Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня у нас шестая лекция курса по избранным главам методов Решта. Мы продолжаем заниматься проблемой Чебышева. И я напомню, что нам удалось уже сделать в прошлый раз. Ну и продолжу рассказ. Я напомню, что мы занимаемся вот чем. Мы занимаемся вот таким неравенством. А ценится величина В большое от В маленькая. Изначально это была сумма значений nx от p. nx от p, вы помните, это число решения такого специального калорийтичного сравнения. По всем простым модулям П, которые лежат в интервале между В и В на Е. Ну, поскольку мы занимаемся методами Решта, а здесь нам нужна верхняя оценка, то эту величину мы, по-моему, на первой или максимум второй лекции оценили вот как. Мы сказали, что такие числа П, для которых это сравнение разрешимо, можно рассматривать как частный случай чисел Л, которые лежат в том же промежутке, то есть между Е и Е на В, но такие, что Л взаимопросто с произведением неким П от З или П от З. А вот П, З это было произведение всех простых чисел Ку, непроисходящих З, и Ку несравнимо с тройкой по модулю 4. Дело в том, что если простое число П сравнимо с тройкой по модулю 4, то такое квадратичное сравнение, оно неразрешимо, потому что минус 1 не будет квадратично вычислено по такому модулю. Поэтому здесь суммирование ведется только по П вида 4К плюс 1. Формально еще двойка могла бы попасть, но Л у нас большие, двойка сюда не попадает. Здесь фактически остаются только простые числа, сравнимые с едичкой по модулю 4. Его предлагается вот такие простые рассматривать как частный случай чисел Л взаимопростых с таким произведением. Ну, конечно, это все имеет смысл, если З маленькая. А у нас З предполагается меньшим Х, он будет гораздо меньше. Само Х поменьше этого В. То есть здесь идет суммирование уже не по простым, а по более густой последовательности, которая таким условием определяется. А вот для оценки последней суммы мы и применили соображение решета. Как мы это сделали? Ну, формально мы взяли и вот это условие взаимопростоты записали через основное свойство функции Мюнгерса. Мы знаем, что такая сумма равна единичке, если вот это число равно одному и нулю в противном случае. То есть это тождество. А вот дальше, вот именно к последней сумме, мы применили вот метод решета Сильберга. Каким образом? Ну, мы заметили, что вот эту величину, которая либо ноль, либо один, можно мажорировать сверху некой неотрицательной величиной, которая устроена вот каким образом. Берутся абсолютно произвольные числа РО, вещественные числа, ну, с одним лишь условием, что РО со значком 1 равно единице. Берется сумма по тем же делителям, что и здесь, потом эту сумму возводится квадрат. Стверждается, что это будет мажорировать вот это всегда. Ну, это очевидно. Почему? Ну, если этот общий делитель равен единичке, то здесь всего одно слагаемое, РО первое, которое равно единице по нашему выбору. Во всех остальных случаях будет непонятно что, но это непонятно что будет неотрицательное. А нечто неотрицательное, оно всегда больше либо равно нулю. То есть вот это будет всегда это мажорировать. Вот эти числа РО, которыми мы уже начали в прошлый раз заниматься, это так называемые коэффициенты Сильберга. Ну, конечно, помимо вот этого ограничения, что РО 1 равно единичке, мы наложили еще какие-то условия на них, а именно носитель последовательности РО, то есть те числа, на которых эти РО могут быть отличными от нуля, это в точности делители вот этого числа. То есть автоматически это числа бесквадратные, и они не имеют простые делители и до 4К плюс 3. И более того, мы говорим, что РО будет равно нулю на всех таких делителях больше Z. Вот такой вот чисел носитель. Поэтому в дальнейшем, когда вот будут суммированные стараться по этим параметрам РО, вот эти все условия, они выписываться не будут под знаком суммы, просто будет поразумеваться, что там, где надо, РО это 0 везде. Потом мы что с вами сделали? Мы раскрыли скобки и поменяли местами порядки суммирования. Ну была одна сумма по D, будет две суммы, по D1, D2. Ну мы договорились, что носитель РО это все числа, не присоединяющие Z, ну там бесквадратные какие надо. Значит суммировать можно по D1, D2, не больше Z. А сумма по L теперь будет внутренней. И, конечно же, лежит он в самом интервале, что и раньше, но теперь L должно делиться как на D1, так и на D2. А значит, оно должно делиться на их общие кратные, на меньшее. Вот возникла такая сумма у нас. И для этой суммы мы ввели особое обозначение R от двух аргументов. V указывает на пределы изменения L. И второй аргумент это то, что стоит здесь под мудрением. Потому что все числа L, по которым идет сумма, они должны на него делиться. И вот этой суммой R от V лямбда мы с вами занимались несколькой коллекцией. Там, наверное, 3, а то и 4 занятия. Мы посвятили выводу асимптотике для этой суммы R. А асимптотика у нас получилась вот какая. Я запишу ее в том виде, в котором нам удобно для дальнейшего. А здесь вот этот коэффициент зависит от второго параметра диамбда. Только это есть некая мультипикативная функция. Ну вот она так определяется. Вот так нехорошо. Пусть везде будет V. Ну, эта формула, она была получена еще при некотором дополнительном предположении. Ну, лямбда не может быть уж слишком большим. Вот таким вот. Оказалось, что нужно вот этот лямбда требовать. И в прошлый раз что мы с вами сделали? Мы взяли, написали вот эту формулу как раз для нашего случая. Вместо лямбда поставили вот то общее кратное, от D1 до D2. Получилось такое большое выражение, состоящее из трех частей. Первая часть – это вклад от главного члена, от вот этого. Две оставшиеся части – это вклады от двух слагаемых, которые в остатке. И вот мы в прошлый раз с ними довольно быстро справились. И то, что у нас получилось, можно записать вот как. Давайте, это у нас пункты напоминания шли, значит, А, B, ну, V будет. Вот получилось такое неравенство. Так я обозначаю вклад от главного члена. И остаток. Ну, повторяю, остаток, он несложно оценился. Мы в прошлый раз с ним разобрались, и достаточно быстро. Вот оценка такая для него. И вот самое главное, осталось понять, что такое и как ведет себя УАЦ. УАЦ – это вот что. Ну, понятно, как она устроена. Вот эти коэффициенты РО, Д1, РО, Д2 не отсюда берутся. Вот 3Х на 2П, вот он сюда вылез. Вот F от лямбда пойдет в знаменатель. Только лямбда будет у нас заменено на общие кратные чисел Д1, Д2. И вот дальше мы начали заниматься вот этой суммой, и кое-что успели. Собственно, она и есть главная вот в методе решета Сильберг. Нужно эти коэффициенты РО выбрать оптимально. Ну, я в прошлый раз немножко слукавил, я сказал, что вот эти коэффициенты будут выбраны оптимально, и вот свойство этого оптимального выбора, одно из свойств таково, что эти РО по модуне не превосходят единички. И эти мы как раз и пользовались при оценке вот этих вот вкладов от остатков. Вот при выводе вот этого остатка, ну, пользуясь тем, что РО не происходит единички. Ну, сегодня мы на этом остановимся поподробнее, и я думаю, что, ну, полезно будет, хотя это, может быть, и занудно, но все-таки поподробнее повторить вывод, вот неравенство для величины УАДЗ. Может быть, не так детально, как в прошлый раз. Поэтому сегодня я начну рассказ, опять же, с УАДЗ, что с ним делать. Так, ну, Виталий, я на эту доску перехожу. Тогда камеру переведите. Ну, мы сначала что заметили с вами? Заметили простую вещь. Поскольку общее наименьшенькратное 2Ч все равно их произведению, деленному на наибольший общий делитель, то, поскольку числа D1, D2 бесквадратные, а функция F мультипликативная, вот для того выражения 1 поделить на F, будет верно вот что. Можете легко это проверить. Ну, и повторяю, существенно пользуясь тем, что числа D1, D2 бесквадратные. Става быть, наша сумма УАДЗ вот такой вид приняла уже, какой-то более симпатичный. Вот единственное, что вносит какой-то диссонанс, это вот F от общего делителя числа D1, D2. И вот надо как-то с ним расправиться. И вот здесь нам помогает введение новой мультипликативной функции, которую мы обозначили через F1. И ввели ее равенцем таким. Для всякого N, ну, можно говорить только о N, делящих вот то самое произведение P от Z, то есть бесквадратные, без ненужных простых делителей. И F1 от D определяется таким соотношением. Такое соотношение в силу формы обращения Мебиуса определяет F1 однозначно. Вот такая функция. Чем она хороша? А вот чем. Теперь можно вот этот вот аргумент записать в виде суммы поделителей вот этого числа. Что это нам дает? А это нам дает способ приведения диагональной, вот квадратичной формы от переменных ρ к диагональному виду. Каким образом? Ну, вот каким. Ну, кстати, то, что я рассказываю, это общее место решета Сельберга. Мы сейчас пока никак не пользуемся спецификой F. Вот для нее и написана формула. На самом деле выкладки сейчас проводятся в общем виде. И те, кто не знает решета Сельберга и подзабыл, просто могут на них ориентироваться и проводить их в любом другом случае, ориентируясь на них. Что? Ну, конечно, да, ради всего это и затевается. Потому что мы еще ρ не выбрали оптимально. Это еще у нас впереди. Так вот, U от Z примет вот такой вот вид. Появится сумма по D, которую делит общий делитель D1, D2 и F1 на D. Ну, и теперь меняем и ставим порядки суммирования. Ну, раз D делила общий делитель D1, D2, а эти числа Z не происходили, то и само D не будет Z превосходить. Значит, внешняя сумма будет по D, не происходящим Z, F1 на D. А как будет выглядеть внутренняя сумма? Ну, ясно, что D1, D2 также Z не будет превосходить. Но за счет вот этого условия и D1, и D2 обязаны делиться на D. Ну, если внимательно присмотреться к этой сумме, то мы видим, что она есть в произведении двух сумм. Потому что перемены D1, D2 здесь независимы. У D2 это абсолютно те же условия. И входит сюда, что называется, одинаковым образом. То есть, эта сумма, есть квадрат другой суммы, однократную уже. Такую буквку какую-то хорошую использовать. Ну, давайте, дельта большая. Ну, повторю, что на O от Z можно смотреть на, как на квадратичную форму от переменных, ρ, заиндексировав эти индексы, D1, D2. А вот мы таким образом привели ее к диагональному виду. То есть, вот сейчас мы вводим, делаем замену переменных, вводим новое обозначение. Вот это, видите, сумма от D зависит, вот обозначим ее U с индексом D. И тогда в этих новых переменах у от Z появилась к диагональному виду. Ну, это очень приятно, потому что с диагональными видами нет дела гораздо лучше, чем с не приведенной еще к нему квадратичной формой. Ну, это, конечно, хорошо. Но полезно знать и формулы обратной замены. Как вычислить U по ρ, мы знаем. А как ρ выразить через U? Ну, здесь мы прибегаем вот к такому, немножко, может быть, искусственному трюку. На самом деле, это одна из формул обращения Мюберса. Выражаем так. Ну, для начала мы рассмотрим сумму вот такого вида. Да, ну, фиксируем M. Конечно, будем предполагать, что M это делитель по Z. Зафиксируем, и давайте рассмотрим вот такую сумму. По переменной D. Я могу стоить на месте, как я сказал. Вот таких вот величин. Что это такое? Ну, давайте вместо U, M, D поставим вот такое выражение. Дельта большое теперь должно делиться на произведение M, D. Ну, а раз оно на него делится, значит, можно вместо дельты большого написать M умноженное D и умноженное какое-то N. И вот эти три множителя и произведение будет превосходить Z. . Теперь давайте произведение d на n, повторяю, m стоит на месте, а вот d и n как-то меняются. Ну давайте вот d на n произведение обозначения буквой k. Понятно, k на m не должно z превосходить. Тогда вот эта вот дробь запишется так, ρ от km на f от km. Но k, повторяю, это был у нас d на n. А здесь еще был такой множитель, μ от d. d пробегала таким образом все делители k. Значит, нужно еще написать внутреннюю сумму по d, делящим k. μ от d. Ну а такая сумма, мы знаем, уже говорили об этом сегодня. По основному свойству функции Веберса, это либо 1, либо 0. Едничка она будет лишь в том случае, когда k равно 1. Но если k равно 1, то коэффициент перед этой суммой равен ρ от m поделить на f от m, а во всех остальных случаях это 0. Значит, эта сумма равна ρ m поделить на f от m. И оттуда получаем искомую формулу, как коэффициент ρ, переменная ρ выражаясь через переменные u. Вот искомая формула. Давайте я что-нибудь сотру. трубой Skip. Красиво. Ну, в частности, если возьмем здесь m равный единичке, получится такое, то, что называется, уравнение связи. Почему уравнение связи? Ну, дело в том, что ρ1 у нас уже выбрана заранее, это единичка, f от единички это 1, значит, будет просто сумма по всем d, не преследующим z, μ от d на уд, это должно равняться единичке. То есть, к чему теперь свелась наша задача? Есть у от z квадратичная форма диагонального вида с неотрицательными коэффициентами, а мы должны сделать ее как можно меньше, минимизировать, то есть, подобрать такие значения переменных u, при которых она примет наименьшее значение. Ну, вопрос, конечно, может возить, ну, давайте сразу все u нулями сделаем, она будет равна нулю, куда уж меньше. Нельзя. Почему? Ну, потому что есть вот это уравнение связи. Если все тут будут нули, оно не будет выполняться, оно должно выполняться. То есть, геометрически получается, что мы должны находиться на какой-то многомерной гиперплоскости, которая вот этим линейным уравнением задается, и вот там искать на этой гиперплоскости минимум вот этого выражения. Ну, из таких интуитивных соображений ясно, что он существует. И, собственно, можно было, исходя из этих соображений, применить метод неопределенных множителей лагража и отыскать этот минимум. Но мы поступим иначе, мы воспользуемся другим, не менее изящим соображением, которое не требует никаких дополнительных знаний, ну, кроме неравенства Каши. В чем состоит этот подход? Ну, вот в чем. Давайте мы вот как поступим. Вот есть уравнение связи. Давайте я так его запишу. Вот. Такое выражение здесь напишу на УД. Ну, и чтобы все правильно было, напишу еще корень из Ф1АД здесь. Ну, может возник вопрос, а ничего, что мы так пишем, где-то на 0 можно налететь. Ну, давайте мы будем суммировать здесь и в этой сумме по тем D, для которых F определил, и не 0. Для чего я это сделал? А чтобы применить неравенство Каши и при возведении в квадрат вот этого куска получить здесь квадратичную форму. Не отрицательность есть. Вот. Ну, вот давайте обезведем обе части этого творчества в квадрат. И применение неравенства Каши. Значит, право появится произведение двух сумм. Первое – это сумма квадратов вот этих чисел, то есть точности квадратичной формы нашей. Ну, а здесь, ну, что появится, то появится. Ну, повторяю, это в точность U от Z. Отсюда мы делаем важное наблюдение. Вот посмотрите, из этого неравенства следует, что совсем уж маленький U от Z быть не может. Почему? Ну, даже произведение U от Z на вот это число, оно уже определенно однозначно, потому что F нам дана, вот там где явная формула написана. F1 по F определяется тоже однозначно. То есть просто поставляю, считаю, будет какое-то число. То есть оценки лучше, чем вот то, что я сейчас напишу, для U от Z получить нельзя. Ну, давайте, чтобы эту сумму 10 раз не переписывать, только я сверю своими воззначениями, чтобы мне комфортно было в дальнейшем. Давайте нет, вот так вот. U от Z не может быть меньше, чем C, а C это будет единичка, поделенная на ту самую сумму. Или что то же самое, та сумма в минус первой степени. То есть лучше, чем так, сделать уже нельзя. Ну, хорошо, может быть, можно сделать так, чтобы было равенство. Тогда это и будет лучше, что можно в этой ситуации ожидать. Да, можно. Когда это будет? Ну, мы знаем, что неравенство Каши превращается в равенство, когда здесь вот эти две последовательности, первая вот эта, вторая вот эта, они друг другу пропорциональны. Ну, то есть если выполняется при любом D, и некоторый постаренный B. Вот такое равенство. Ну, когда это будет? Ну, когда числа UD, те самые оптимальные значения переменных U, будут вот такими. B на миу от D поделить на F1 от D. То есть точность удачи константы, они у нас определены. Вот U от D надо брать пропорционально вот этой дроби. Откуда B возьмем? А у нас есть еще равнение связи. И оно это B принято однозначно. Ну, это такое неформальное название, поэтому я беру его в кавычки. А, ну, эта формула у нас здесь есть. Ее тоже можно стереть. Ну, все, подставляем в него. B выносим за скобку. За сумму, вернее. За знак суммы. Что остается? Миу от D на У от D. Миу от D на миу от D, да, с миу от D в квадрате. Это должно равняться единице. И мы видите, сразу все обнаружили, что на самом деле значение B должно равняться вот этой сумме в степени минус 1, то есть C. То есть оптимальные значения переменных U, они вот такие. Они вот такие. Что теперь еще можно сказать? Ну, хорошо бы нам убедиться, что эти RO действительно не превосходят единички все по модуле. Ну, что, у нас есть явное выражение для U. Знаем, как RO выражается через них, но давайте попробуем это доказать. Так. Только давайте где-то промежуточные результаты сохраним. Значит, при таком выборе уравняется C. Ну, что такое C? Давайте тоже напишем. Так, почему RO меньше единички по модуле не происходит? То есть это не происходит. А. Так. Это не происходит. Вот что такое ρ. Это я вместо u поставил выражение. Ну, видите, поскольку m и d бесквадратные, то ненулевой вклад сюда могут вносить только те пары m и d, которые взаимопросты. Потому что если у них есть общий делитель, значит, он войдет сюда в квадрате, и имя такого числа это 0. Поэтому здесь можно ввести суммирование по d взаимопростым с m. А раз они взаимопростые, то можно 3-7-0 и расщепить. Вот что такое, казалось, ρ. Здесь теперь самое время выразить f через f1. Ну, это логично, потому что здесь f1, здесь f1. Давайте все выразим через f1. Что у нас получится? f от m это сумма значения f1 по всем делителям числа m. of Bogу. Продолжение следует... Так, давайте вот что заметим. Поскольку числа, которые все здесь есть, они все бесквадратные, вот эта сумма сворачивается в произведение по всем простым делителям числа m. Ну точно так же можно записать f1 от m, как такое произведение, не только скобочки, там скобочек будет просто произведение по всем делящим m, f1 от p. И внесем сюда и поделим. Продолжение следует... Ну а дальше развернем это произведение в сумму. Скажем, по k делящим m. m, конечно, бесквадратное, все делители его, естественно, тоже будут бесквадратные. Но давайте порядком напишем m квадрат. Только я, знаете, я здесь вот везде потерял условия взаимопростоты, что d и m взаимопростые. И то же самое, конечно, здесь будет. А давайте слепим теперь эти совмножители воедино. В силу взаимопростоты, раз d был взаимопросто с f, ну тем более d будет взаимопросто с k. Значит, все можно слепить в один аргумент. Ну и, наконец, последнее, что я сделаю, я вместо c запишу явные выражения. Аминь. 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 Теперь давайте внимательно на него посмотрим. Вот видите, какое дело. Вот если мы это обозначим буквой N тоже, по аналогии с тем, что внизу, вот K на D обозначим через N, то в силу вот этих неравеств все такие произведения будут не превосходить Z, как и здесь. Это значит, что все такие дроби, которые есть вверху, они встречаются и внизу. Все они не отрицательны. Может какая-то дробь вот из этих повториться несколько раз? Ну, очевидно, не может. Почему? Ну, потому что для всякого, повторяю, M у нас фиксировано, и для всякого N, не превосходящего Z, вот такое представление в виде произведения двух множителей, один из которых с M взаимопрост, а другой делит M, оно одно. Поэтому может оказаться, что какого-то слагаемого здесь нет, а здесь оно есть. Но главное, что все вот эти слагаемые, все они разные. То есть здесь слагаемых поменьше, чем здесь, они одни и те же. Те, что есть здесь, есть и тут. Все они не отрицательны. Значит, это отношение, по-моему, не больше единички. Ну, отсюда и следует неравество народ M. Что это? По-моему, не больше единицы. То есть то, что им анонсировалось. Ну, вот, все равно мы разобрались. А что будем делать теперь? Да, ну, заметим, опять я повторюсь, что вот когда мы вводили это неравество, мы нигде не пользуемся спецификой F. Вот ту явную форму для F мы никак не использовали. Мы использовали только определение функции F1, но, повторяю, оно годится и в общем случае. Поэтому вот этот результат, он общий для решета Сельберга. Коэффициенты Сельберга, вот так вот выбранные, они все, по-моему, не больше единички. А вот теперь настал момент, когда нам действительно нужно использовать какие-то свойства конкретных функций F. Это нужно вот для чего. Дело в том, что у нас-то исходная задача была оценить нечто сверху. Ну, вот это нечто, это наша сумма V. Вот она через сумму U от Z, она вот так оценивается. То есть нам нужна оценка для U сверху. А U, видите, как устроено, один поделить на какую-то сумму. Значит, чтобы оценить U сверху, надо сумму научиться оценивать снизу. И вот тут нам нужна будет специфика, потому что здесь используется функция F1. Она выражается через F. И не зная этой специфики, ну, трудно какую-то общую оценку написать. Но сейчас мы как раз будем пользоваться явными формулами. И вот здесь вот здесь вот такая- Продолжение следует... Давайте вспоминаем, что такое F1. Эта функция мультипликативна, поскольку F мультипликативна, и определяется таким вот образом. Давайте посмотрим его значения на простых числах. У простого числа всего два делителя, один и само простое число. Когда K равно 1, получим... Мю от единички на F от P. F от P. Ну, когда K равно P, мю от P это минус 1, а это единичка, минус 1. F от P минус 1. Очень хорошо. Так, ну вот что мне от этого надо? Мне надо будет... Вот как это сделать. Да, ну заметим вот что. Если у нас число P не имеет вид 4K плюс 3, значит F от P не ноль. Можно вынести за скобку. Ну, в силу мультипликативности, если D это делитель вот этого произведения, P от Z, то есть безквадратный, свободный от ненужных простых делителей, то F1 от D, ну это произведение того, что написано. Ну, произведение вот этих самоножителей даст F от D. А теперь нужно это дело нам перевернуть. Перевернуть. Нет, наверное, рановато переворачивать. Ну вот как поступило. Значит, эту формулу мы запомним, она, естественно, нам пригодится. Давайте посмотрим, что такое F от P на простых. Ну, F от P, вот оно написано. Только надо опять это дело перевернуть все. Значит, P поделить на G от P. И на 1 плюс 1P. То есть P плюс 1 на G от P. Ну, опять же, P не имеет и 4К плюс 3. Вот если P равно 2, что это такое будет? Ну, вот что будет. Ну, вот что будет. Надо на 1, значит, если P, это имеет и 4К плюс 1, то число сравнений же равно 2, значит, P плюс 1 пополам. Ну, стало быть, F1 от P, это P минус 1 пополам. Ну, поскольку здесь, видите, F1 сидит в знаменателе, давайте посмотрим, что же такое будет. П плюс 1 на F1 от P. Ну, это 1 вторая, если бы равна 2. И 2 делить на P минус 1. Вот, ну, как бы это не очень красиво выглядит, поэтому я предлагаю поступить вот как. Запишем это, ну, практически единообразно. Если P равно 2, то G от P равно 1. И поэтому первую дробь можно записать, как G от P поделить на P. Это будет та же самая 1 вторая. Здесь G от P сидит вверху, но только делится не на P минус 1, а на P. Ну, поэтому вот так поступим. G от P на P мы вынесем этот множитель. Ну, правда, еще будет дополнительная добавка. 1 делится на D минус 1P. Ну, почти единообразно все выглядит. Вот так выглядит 1 на F1 от P на простых числах P. Ну, а раз так, то на делителях числа P от Z, вот на таких на D, как все это дело будет выглядеть? Значит, нужно перемножить вот такие вот штуки по всем простым P, делящим D. А вот эти множители будут отвечать только нечетным делителям P. Ну, это ничто иное, как G от D на D. А это произведение по нечетным делителям P можно представить как произведение геометрической прогрессии. Ну, и все так далее. Потом мы эти прогрессии перемножим. Что в итоге получится? Получится какая-то бесконечная сумма. Такие дроби виды 1 разделить на N. А что такое будет N? N это будет произведение степеней простых чисел, делящих D. Причем туда бы входить только нечетные простые делители D. Вот такие суммы так принято записывать. Так, чтобы с индексами не перепутать. Вот. Такие дроби я буду обозначать через 1 на дельта. И вот дельта будет пробегать такие числа, которые, видите, я так символически обозначаю. Дельта делит D в степени бесконечности. Реально это означает что? Что дельта состоит из тех же простых делителей, что и D. Ну, за исключением, возможно, двойки. Дельта нечетные. Ну, сейчас сделаем еще одно замечание и пойдем впервые. Так, это уже можно стереть. Это тоже. И вот это. Вот смотрите, есть у нас дельта делит D бесконечности. Ясно тогда, что произведение G от произведения D на дельта и G от D. Почему? Ну, мы с вами знаем, что значения функций G на степнях простых, они одни и те же. То есть нам важна не степень простого, а только какой прогрессии, по-моему, для 4 она принадлежит. А набор простых, входящих в канонические отложения дельта, он такой же, что и здесь. Поэтому это равенство верно. Стало быть, можно эту сумму вот как переписать. Вот так. Вот п droit. И Referệu Моног fisка университет. Он такой? И последнее замечание. Посмотрите, вот это ограничение можно на самом деле убрать. Почему? Ну понятно почему. Если вдруг встретится такая пара, где дельта будет четным делителем d, это будет означать, что такое произведение делится на 4, а g от него это 0. Поэтому если мы избавимся от условий здесь, то ничего не поменяется. Добавится только 0. Вот мы получили такую формулу, пока не совсем ясно, для чего она нужна. Но давайте на ней пока мы остановимся и продолжим уже после перерыва. Ну вот мы продолжаем заниматься нижней оценкой вот такой суммы. И вот мы закончили первую часть тем, что вывели вот эту формулу. И давайте как раз ее воспользуемся, подставим ее вот в эту сумму. Ну то есть это у нас будет, если сумма в минус первой это c, то сама сумма это c в минус первой. Значит, c в минус первой равно сумма по всем d, непредстоящему z, d безквадратная. А дальше идет сумма по дельта, которую вот этому условию таяют. То есть дельта состоит из тех же простых сомножителей, которые входят в каноническое разложение d. Давайте запишем это в виде одной суммы. Это пока точное равенство. А теперь заметим вот что. Вот давайте возьмем какое-нибудь произвольное число n между единичкой z. Неважно, оно может не быть без квадрата, но какое угодно число. Давайте букву к d обозначим его радикал. Ну то есть произведение всех простых делителей n в первых степенях. Ясно, что и число безквадратное. А оставшуюся часть n, то есть n разделить на d, обозначим через дельта. Что можно тогда сказать про эту дельту? То, что все простые делители дельта, они содержатся во множестве простых делителей d. Это означает, что дельта будет делить d в какой-то степени, пусть очень большой. То есть дельта будет делить d в степени бесконечности. Ну, в том смысле, в каком мы это обозначение использовали выше. Ну, и если само n не превосходит z, ясно, что и его радикал d тоже не превосходит z. Ну, это означает вот что. Что вот среди всех вот этих слагаемых, их здесь бесконечно много, встретятся все дроби вида g на n поделить на n. Они все тут есть. Ну, вот все усказано. Там будет еще что-то, но это что-то все неотрицательное. То есть для этой суммы верна вот такая оценка снизу. А эту сумму уже легко вычтеть асимптотически. Почему? А потому что мы чуть раньше считали асимптотику суммы g от n. Это была, может быть, первая или вторая лекция. Но мы это делали. Я сейчас ее напомню. Вот для такой суммы мы вычтели асимптотику. Она вот такая была. Главный член — это линейная функция. Ну, давайте посчитаем тогда эту сумму. Преобразование Абеля применить. Ну, что это такое будет? Ну, подставляем. Первая слограмма даст константу плюс бесконечно малую. Вторая слограмма. Что это такое? Ну, опять же, смотрите. Первая слограмма линейная. Что она нам даст? 3 на 2π коэффициент вылезет у нас. Вверху у делится на у квадрат. Ду поделится на у. Логарифм. Логарифм от z минус логарифм генички просто логарифм z. Ну, плюс вклад от o-члена. Но вклад от o-члена можно как с вами записать? 5-член это некая функция, скажем, r от y, которая так и определяется. Вот эта сумма, зависящая от y, минус главный член. Так формально можно определить. И при нем можно сказать, что она не происходит по модулю корня из y, ну, на какую-то, может быть, константу. Поэтому можно как поступить дальше? Можно написать интеграл от 1 до бесконечности. Вверху будет ставить вот этот самый член. Ну, если кому-то нравится, можно r от y написать или что-то подобное. И вычести хвост добавленный. Так не очень хорошо писать. Надо было, конечно, обозначение вводить, но суть ясна. Зачем я так сделал? Ну, здесь стоит сходящийся интеграл. Его пределы ничего не зависят, это константа. И это константа. То есть, таким образом мы получаем второй член на 7 точки. А этот интеграл, он уже, видите, как оценится. Ну, здесь стоит функция d y на y в степени 3 вторых. Когда проинтегрируем, останется 1 на корень из z. То есть, вот член такой же порядок. Только я опять взять с y перепутал. Вот здесь, пожалуйста, поправьте. То есть, этот интеграл есть слагаемый такой же порядок, как и этот. То есть, получаем такую хорошую асимптотическую формулу. С двумя слагаемыми. Правда, второе так неявно выписано. Какая-то константа. То есть, эта сумма ведет себя как алгоритм. Ну, вот с таким коэффициентом. Ну, Павел, я мог здесь особо не стараться. На самом деле, это я уж так, что называется, повипендривался. А нам такая точность даже не нужна. Нам вполне достаточно формулы, где здесь стоит u большой от единицы. Этого нам хватит. Да, да. Прилогреть важно. Потому что мы будем... Не понял. Вот здесь? А, ну, это более тонкий вопрос. Да, там на самом деле есть общие теоремы, которые позволяют относительно каких-то, ну, минимальных условий, которым должна удовлетворять функция f, выводить асимптотику для такой формулы, для такой суммы. И там константа тоже явно выписывается. И я не уверен, что она совпадет с тем, что у нас есть здесь. Там гамма-функция участвует. Да, да. Поэтому я подозреваю, что там будет другое значение. Ну, можно, ради интереса, дома будет посмотреть. Но есть, да, есть общие теоремы, которые позволяют, ну, что-то еще дополнительно, предположив про функцию f, которая здесь в решете участвует, вычислять эту сумму асимптотически точно. Ну, и как раз мы вот в прошлом семействе этим занимались, и вот можно там записи посмотреть. Я, честно сказать, на память не помню эту формулу. Потому что там записано в виде куска эллерового произведения, зеленую гамма-функцию. Аргумент гамма-функции зависит от, ну, вот от тех условий, которые там выписаны. Которые, наоборот, там не выписаны, но которым f удовлетворяет. Ну, так вот, мы оценили сумму вот этого c-1 снизу, значит, у от z оценилась у нас сверху. И оцена код z у нас такая. Поехали. Я ее огрубил, повторяю, там такая точность не нужна. Ну и здесь я вот тоже так поступлю. Логарифм z я вынесу за скобку. Там остается 1 плюс логарифм o от единички на логарифм z. Ну, это все, что написать вот такое слогаемое здесь. Вот как выглядит верхняя оценка суммы u. Вот она-то нам и была нужна. Ну, сейчас мы с вами все подставим в формулу для верхней оценки v. И что у нас с вами выйдет. Спасибо. 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 Ну, плюс остаток. Вот видите, коэффициенты здесь исчезают, удивительно. Субтитры создавал DimaTorzok Вот это и есть итоговое неравенство. Но с ним еще нам надо поработать. Что нужно еще? Ну вот что. Во-первых, нужно определиться с выбором Z. Ну повторяю, Z у нас, видите, тоже не абы какое. Вот помните, у нас вот там был условий на лямбда, на параметры этой суммы R. Лямбда не должно там что-то превосходить. А лямбда, по смыслу, это общие кратные двух чисел, каждая из которых Z не происходит. Но ясно, что это общие кратные может достигать Z квадрат. Поэтому нам нужно требовать, чтобы Z квадрат не превосходил вот той границы, что там написано. То есть Z у нас не абы какое, слишком большим быть оно не может. Ну и понятно, надо еще выбирать Z так, чтобы остаток был поменьше, чем главный член. Но если вот на секундочку забыть про логарифм, нам нужно следить за тем, чтобы... И забыть про X степень EPS. Нужно следить за тем, чтобы вот эти два слага были чуть поменьше X. Ну вот примерно из этих соображений и будем выбирать Z. Так, Виталий, если можно, давайте камеру на ту доску переведем, потому что все, что здесь написано, уже нам не пригодится. Ну вот давайте мы выбор Z так осуществим. Зададимся очень маленьким числом, которое мы обозначим через это. Ну пусть оно меньше 1 сот. Давайте возьмем Z вот таким вот. То есть оно выбирается так, чтобы вот первое слагаемое в остатке, чтобы оно было чуть меньше X. Ну что нужно заметить? Вот есть у нас выписано некое условие на Z. Надо проверить, удовлетворяет ли вот такое Z там условие. Ну давайте поймем, что действительно так. Вот этот множитель X степень минус это я вытащу, чтобы он нам не мешался. Вот так сделаем. Вот я выделю вот тот множитель, который фигурирует в верхней границе для Z. И посмотрю, что останется. Вот я его вытащил. Ну можно на дойку не смотреть. Так, и чтобы это было верно, мне нужно что сделать? На X все домножить. А чтобы V оказалась здесь степень минус 3 восьмых, нужно на это V поделить. Но мы помним, что V побольше X. Значит, вот эта дробь поменьше единички. Ну и конечно, это будет меньше, чем одна вторая. Вот эта дробь. То есть это условие выполнено. То есть Z брать таким можно. Ну вот вопрос. Может Z таким маленьким окажется? Вот если V большое, вдруг эта отрицательная степень Y забьет. Но опять, такого не может случиться. Почему? Ну V, хотя он S и побольше X, но оно не сильно его больше. Потому что мы с вами предполагали, что V не больше, чем X большое. А X большое, это по-моему, X маленькая в степени 12-11. Ну и давайте посмотрим. Вот если здесь поставить место V самое большое значение, что это будет такое? 3 восьмых умолит на 12-11. Так что это будет за число? Так, ну видите, здесь что у нас произойдет? На 4 можно сократить. 9, 22. 1, 2, это 11, 22, минус 9, 23, 2, 22, то есть 1, 11. Ну это угол, это большое число. То есть мы не можем оказаться в ситуации, когда эта штука будет, скажем, меньше единицей. То есть Z это реально большое число. Ну и, кстати, раз так, раз Z ограничится снизу в некоторой степени X, значит все вот эти O от 1 на алгоритм Z, это все, что O от 1 на алгоритм X. То есть в остатках логарифм Z можно на алгоритм X заменять без всяких проблем. Ну вот с главным членом там чуть потоньше придется работать. Да, ну я уже говорил, первое слагаемое в остатке у нас получается такое. X в степени 1, 2 здесь встречается дважды, получается X в степени 1 минус это плюс епсилон. Ну поскольку епсилон в наших руках, можем его считать не больше, чем это пополам. То есть первое слагаемое действительно маленькое, войдет в остаток. Давайте разберемся со вторым. Какой он у нас там? V в степени 3 четверти Z в квадрате. Ну вот, прям подставляем. Ну и так все хорошо устроено, что V просто отсюда пропадает. И снова ставят только X в степени чуть меньше единички. То есть и второй остаток маленький. То есть наша формула для O от Z так переписана теперь. Все вот эти добавки, они войдут в тот остаток O от 1 от горим Z. Он их съест все. Оно не формула для O от Z, конечно, а для неравистия для VX. Вот давайте я это и напишу. Правда, вместо алгоритма Z приходится писать вот эту громоздкую штуку, но ничего страшного. Вот, вот это есть неравенство, нискомое. Ну не совсем. Вот давайте вот что еще проделаем. Я могу чуть-чуть огрубить, тем самым его упростив. Но мне вот неудобно, чтобы вот это вот бесконечно мало, и это что-то здесь болталось. Сейчас мы от него избавимся, но за счет того, что огрубим головный член. Давайте аккуратно это проделаем. Я хочу написать здесь вместо вот логарифма от такой вот величины. Логарифм от похожей величины, только без вот этой это. Значит, нужно оценить разность между ними. Мы приводим к общему знаменателю. У нас сверху получается разность логарифмов. То есть логарифм отношения. А отношения этих вот величин чего равно? Их степени это. Значит, это мой логарифм Х. Вот я стер, но вы еще, наверное, помните, неравенство нижнюю границу для З. З меньше, чем Х степени 1,11 минус там это. То есть З заведомо больше, чем Х степени 1,12. Ну, правда, здесь потребует, чтобы Т была не одной сотой меньше, а одной двухсотой. Это будет верно, назовемо. Ну, это мелочи. Ну, раз так, значит, все вот эти логарифмы можно заменить на логарифм от Х степени 1,12. То есть 12 в квадрате полезет вверх. Один логарифм домой. То есть смотрите, что получается. Вот эту дробь можно заменить вот эту вот с такой ошибкой. Очень хорошо. Ну, ладно. Ну, понятно, что. Что если я вот этот логарифм, ну, точнее, один логарифм отсюда вытащу, то здесь останется слагаемая непревисходящая какой-то константы на вот эту это, сколько угодно малую величину. И эта же величина может оцениться такой же величиной. Поэтому итогом всей этой деятельности становится вот такое неравенство. где вот эта величина, это один, она как-то зависит от этой, и может вместе с этой сделано быть какой-либо угодно маленькой. Вот этот логарифм мы сройте. Но вот это и есть искомое неравенство для величины Vx от V. И на это вот эта долгая-долгая оценка, которая началась у нас, Саша, на второй лекции, она завершена. Но на самом деле уже забрежил конец, и в оставшееся время я постараюсь практически вплотную подвести к завершению доказательства теоремы. Холли, но само завершение, конечно, будет на следующей лекции. Тут, конечно, нас поджидает не то, что неприятность, а то, о чем мы уже давно и прочно забыли. Виталий, давайте камеру туда перейдем, если можно. Вот это уже ничего нам точно не понадобится. Вот, самое время начать, поскольку мы договорились разбивать лекции на параграфы. Параграф 15. Он посвящен оценке суммы W от XW. Именно о ней мы уже давно и прочно забыли. Но на самом деле, как к счастью окажется, практически все, что надо для этой суммы, нами уже сделано. То есть вопрос о том, чтобы аккуратно все поставить и получить результат. Ну, давайте я напомню, что это такое было. Определение ее давалось на одной из первых лекций. То ли первая, то ли вторая, я точно уже не помню. Вот, но это была вот такая вот сумма. Она устроена посложнее, чем сумма В. Там складывались просто числа решений с какими-то условиями. Здесь ситуация чуть сложнее. Здесь ведется суммирование по целым числам М. Вот из такого интервала, как и в предыдущей сумме, между W и W на константу на Е. Но суммирование ведется вот по таким М, для которых найдется простое П, такое, что и в произведении будет числом вида Н квадрат плюс один. Ну, и при этом еще эти П и Н должны каким-то неравенствам удовлетворять. Но опять же, к этой сумме, поскольку здесь фигурирует простое П, здесь можно применить соображение типа решета. Опять же, можно рассмотреть эти простые П как частный случай чисел, которые взаимопростые с произведением П от З, которые я уже выписывал. И к оценке этой суммы примите решет о себе. Но давайте это вкратце и проделаем. Всех деталей нам, к счастью, уже не нужно будет повторять, только самые основные. Вот, а или у меня будет взаимопростым с П от З, но я это сразу запишу здесь в виде такого условия, которое уже сегодня выписывалось. Вот такие суммы, которые, повторяю, либо 0, либо 1, мы заменим неотрицательные величины, в которых участвует коэффициент Сейбергер Ро. Вообще говоря, эти Ро будут какие-то уже другие, потому что у нас ситуация другая, у нас совсем другая задача. И это Тиро, которое я сейчас напишу, это будут не Тиро, что будет начать лекции. Ну так априори. Но, к счастью, окажется, что на самом деле они с ними просто совпадают. Но это не очевидно на данном шаге. Дальше отчасти все повторяется. Сумма возводится в квадрат, меняется порядки суммирования, и возникает похожая на ту, что было раньше, сумма. Сумма возводится в квадрат. Только л теперь должно делиться на общие кратные этих чисел. Вот это условие я немножко упрощил. Вот посмотрите. Вот число n квадрат плюс 1, которое здесь фигурирует, оно должно делиться на m, по которому ведется суммирование. Еще должно делиться на l. А само l должно делиться вот на это дело. Поэтому я это условие перепишу иначе. Продолжение следует... А вот последняя сумма уже очень похожа на то, что у нас было раньше. Видите, мы суммируем по тем n, которые удовлетворяют вот такому сравнению, а не делятся на какой-то такой модуль. Просто у нас там были условия на модуль, этот модуль где-то должен меняться, а здесь модуль, видите, как у m на что-то еще, а условия только на m. На самом деле легко превратить его именно в условия на модуль, потому что d1, d2 меняется здесь, а когда d1, d2 фиксированы, эта штука стоит на месте. Поэтому просто давайте домножим все компоненты этого неравенства на общие кратные, и тогда перед нами покажется вот та сумма, которая у нас уже была почти. Продолжение следует... Продолжение следует... Да, я должен был стереть это чуть раньше, конечно. Это надо было делать тогда, когда мы вот здесь вот переходили. Здесь уже так просто не сделать, потому что эти коэффициенты, они могут... Они не все положительные. Это надо было сделать чуть раньше, да, спасибо. Вот видите, преимущество рассказов у доски, вот такие ляпы, они вылезают. Но теперь все в порядке. И вот теперь мы видим, действительно, надо суммировать по решению вот такого сравнения, где модуль меняется вот в таких пределах. То есть, чтобы еще были усилить сходство с тем, что было раньше, я вот эту громоздкую сумму я еще раз перепишу. Вот чистое решение сравнение мы обозначаем через букву M большое со значком X от модуля. Спасибо. 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 А вот последняя сумма, это не что иное, как сумма R, только немножко не от тех параметров, что были у нас раньше. Так вот это я уже сотру, мне нужен будет только конец этой длинной формулы. R. Там была сумма R от U и лямбда. Что такое U, что такое лямбда? U – это то, что стояло здесь, нижней границы для модуля. А лямбда – это то, на что этот модуль делился. А лямбда – это то, на что ты,うわ, безусловно. Асимптотика для суммы R у нас есть. Но, правда, есть такой нюанс. У нас эта асимптотика доказана при некоторых предположениях относительно переменных, которые фигурируют здесь, и нужно эти условия увязать с тем, что мы имеем здесь. Но там, где это можно, мы прямо готовую асимптотику поставим сюда. Главный член этой асимптотики будет точно такой же, как был раньше. F полезет в знаменатель. И главная сумма, которая была у нас, она будет той же суммой у АДЗ, которую мы изучали сегодня. С остатком мы тоже легко разберемся. Но за счет того, что границы для W здесь другие, не такие, как для W, у нас получится для нее оценка похожая на эту, только с другими выражениями здесь знаки логарифма. Но давайте, чтобы изложение не прервать, мы этим займемся уже в следующий раз.